Что такое продовольственная безопасность? На чем держится экономика? И кто в ответе за будущее страны? Команда телеканала Бабруиск-360 найдет ответы на все волнующие вопросы. Это Бабруиск Лайф. Я Мария Бересневич, и мы начинаем. Я лидер молодежной организации. Вы целенаправленно шли к этой цели или как это вышло? Здесь нужно, чтобы от себя исходила инициатива. Нужно, конечно, уметь повести за собой молодежь. Я уже не вижу даже, можно сказать, свою жизнь без версии. Какие изменения сегодня нужны Союзу Молодежи? Это такая очень горячая тема. Те постулаты, которые были первоначально заложены, я бы хотел, чтобы они и дальше их продолжали нести. Это больше, наверное, не мероприятие, а тимбилдинг такой, да? Да. И все. Добро пожаловать в члены БРСМ. Ирина Игоревна, добрый день. И первый вопрос будет такой. Чем БРСМ сегодня может привлечь современную молодежь? Добрый день. Белорусский Республиканский Союз Молодежи – это молодежная организация, которая направлена на работу именно со школьниками, с учащимися и с молодыми специалистами, которые прибивают на наши предприятия. Каждый молодой человек заинтересованный, он может найти для себя род деятельности. Мы работаем по восьми направлениям. У нас по восьми направлениям проводятся культурные мероприятия, развлекательные мероприятия, патриотические мероприятия по реализации себя как молодого гражданина Республики Беларусь. Хорошо. А есть какие-то преференции у активных участников Союза? Ну, конечно, активная молодежь у нас поощряется, во-первых, дипломами, грамотами, подарками. Также те, которые себя проявили очень так активно, они могут участвовать в мероприятиях областного уровня, республиканского уровня. Поэтому все дороги открыты, и все, что проводится в Республике Беларусь во всех этих мероприятиях, может себя реализовать. Именно активный член БРС. Очень много проектов к 9 мая, ко Дню Победы. И мы хотим именно провести совместный проект, я уже говорила, с представителем такого байкерского клуба «Ночные волки». И вот мы хотим с ними провести по территории Беларуси такой мото-пробег. Потому что в этом году, вот на 9 мая, я связывалась вообще с байкерами, которые ближайших городов. И вот на 9 мая у нас было порядка 40 байкеров к нам приезжало, участвовали в нашем автопробеге. Им очень понравилось. Они сказали, что будут принимать участие и дальше. Поэтому в следующем году, вот именно в преддверии Дня Победы, хотим реализовать именно совместный проект с «Ночными волками». Круто. Да, масштабный. Есть еще такой проект, как «Дорогами памяти и славы». В этом году девочка из нашего города, вот, с 34-й школы, молодой специалист, принимала тоже в нем участие. Проехали по территории Беларуси и России. Очень понравилось. Были в таких памятных, знаковых местах. Поездка очень душевная, очень такая информативная. Везде ребята побывали по местам воинской славы. Конечно же, это и новое общение, новое знакомство. Поэтому Белорусский Республиканский Союз Молодежи, он объединяет людей, молодежь. Приезжали, даже там была делегация из Могилевской области, от каждого города был представитель. И из России. Девочки приезжали, когда они были у нас в Бобруйске, именно из России, подходили и говорили, что очень нравится у нас Беларуси. Очень люди такие отзывчивые, общительные. Вообще были под большим впечатлением. В следующем году будет опять этот проект. Это что касается того, как себя могут реализовать вообще молодежь. Вот человек только пришел, молодой специалист, и он уже попал в такой масштабный проект. А профессиональные перспективы есть какие-то? Если молодой человек, активный, перспективный, участвует в каком-либо проекте, себя зарекомендовал, то, конечно же, на республиканском уровне, на областном уровне, на городском уровне мы, конечно же, это замечаем. Затем можем пригласить такого человека к себе в команду. Хорошо. А как лично вы стали первым секретарем? Вы целенаправленно шли к этой цели или как так вышло? Ну, скорее всего, не целенаправленно. И я даже и не задумывалась о том, что я буду первым секретарем БРСМ. Что, конечно же, для меня очень почетно и престижно, вот лично для меня, да, осознавать, что я лидер молодежной организации. Во-первых, этого нужно очень хотеть. Нужно понимать, что это общественное объединение. Здесь нужно, чтобы от тебя исходила инициатива. Без твоей инициативы ничего не будет. Нужно, конечно, уметь повести за собой молодежь. Нужно уметь придумать и организовать мероприятия такие, которые будут интересны. Ну, и, конечно же, чтобы это были и новые мероприятия, но и не забывать о старых мероприятиях, таких, как, ну, вот из таких популярных, да, в городе. Это «Автоледи». Мне очень нравится этот конкурс. Я сама в нем участвовала, принимала участие. Вот, в 21-м году получила титул «Мисс Очарование». Вот, поэтому в этом году мы его, как я стала первым секретарем, конечно же, провели опять 3-го июля. Вот, туристический слет городской работающей молодежи тоже в этом году мы проводили. Это из тех мероприятий, которые именно уже существуют долго. Уже их нужно продолжать, популяризировать, чтобы больше молодежи вовлекалось, потому что, на самом деле, это интересно. Это на самом деле интересно, ты можешь себя показать, ты можешь провести круто время, с пользой. Ну, туристический слет – это больше, наверное, не мероприятие, а тимбилдинг такой, да, когда все в другой обстановке друг с другом встречаются, и потом уже по-другому смотрят и на работу, и на какие-то моменты, да, которые раньше казались бы какими-то другими. А по поводу «Автоледи» конкурса, он почему-то всегда вызывает какой-то ажиотаж среди женщин. Я знаю, что они там какие-то костюмы придумывают, машину украшают. Вы как-то идеи им подаете, или они абсолютно сами все это делают? Ну, так как конкурс проводится в День независимости Республики Беларусь 3 июля, то само по себе как-то в основном большинство участниц украшают свои машины именно в белорусском стиле, в национальном стиле. Присутствуют, конечно же, флаги, атрибутика Республики Беларусь. Это и каравай, хлеб, соль, это и колосы в украшении автомобилей, это и рушники, поэтому, конечно же, есть участницы, которые придумывают что-то новенькое в своей какой-то определенной тематике. Здесь мы, конечно же, не навязываем, на что участницы, как они хотят, так они себя и реализуют. Не привязываемся, положение не прописано, именно как должно быть, в каком стиле, тематике украшен автомобиль. Немного занимательной истории. Распад Советского Союза ударил практически по всему. И чтобы не теряя темп идти к регенерации общества, начинать нужно было с воспитания подрастающего поколения. В любом, по-настоящему здоровом и процветающем государстве должна быть такая же молодежь. Прогрессивная и ответственная, смелая и отзывчивая. Именно для этого чуть больше 20 лет назад была создана организация БРСМ, правоприемник комсомола. Это любовь к родине, это любовь к отечеству, это служение отечеству, это служение в армии, это также создание патрилической среды среди детей и юношей в плане этого, что мы должны свою родину оберегать, что мы должны делать ее чистой, красивой и краше и богаче. Вот те постулаты, которые были первоначально заложены, я бы хотел, чтобы они и дальше их продолжали нести. Как теперешнее белорусский, то есть американский союз молодежи. Время молодых. В 2002-м в жизни страны произошло важное событие. Две сильнейшие организации, Патриотический и Союз молодежи, объединились в БРСМ. Тогда членами стали 25 человек. Сейчас их уже 360 тысяч. У истоков стоял сам президент. Трудоустройство молодежи, развитие волонтерского движения, поддержка талантливой и даренной молодежи, пропаганда здорового образа жизни. Современная молодежь талантливая, инициативная, от них поступает много идей, они сами являются инициаторами многих акций. И добрые, отзывчивые, готовы всегда помочь нуждающимся. Мне нравится быть частью этой команды БРСМ. Я уже не вижу даже, можно сказать, свою жизнь без БРСМ, так как у тебя яркая жизнь, наполненная различными эмоциями, общениями с молодежью. Все, что происходит здесь и сейчас, тон и вектор задает именно молодежь. Чтобы придать правильную форму энергии, идеям, которые генерируют молодые, БРСМ помогает в достижении целей по восьми направлениям. Упорно-правовое и гражданско-патриотическое воспитание, поддержку талантливых и одаренных, пропаганду ЗОЖ, трудоустройство, информационную работу в соцсетях и, конечно, развитие волонтерского движения. Нам выдают заявки, мы помогаем ездить, например, инвалидам, помогаем участникам Второй мировой войны, то есть ветеранам, социальную помощь, например, для животных, для детей-интернатам. То есть это очень, так сказать, ободряюще, ну то есть вдохновляюще. БРСМ получается духовная отдача, то есть помогать нуждающимся. Это, в принципе, добро за добро. Мы помогали в волонтерстве, ездили к инвалидам, помогали у них дома, убирались, помогали, продукты приносили, ездили тоже в интернат детям. Воспитание патриотов, сохранение исторической памяти о победе советского народа в Великой Отечественной, формирование национального самосознания было, есть и будет приоритетом в работе БРСМ. Ведь именно от молодежи зависит, какой будет дальше наша страна. Горничными, охранниками, на кухне они работали официантами. Подзаработал и отдохнул. Ближе к следующему лету все будет известно. Я думаю, ребята оценят такой фестиваль. Бобр-бот может с вами поиграть. Ой, нет-нет-нет. Ну давайте, давайте, это же бесплатно. Если активны пользователи ТикТока, то пожалуйста. Делаю добрые дела. Это про союз молодежи. Вообще границ никаких нет. Куда идти с этой идеей? Проект позволит, на самом деле, очень хорошо побороть загрязнение кружечей среды. Продолжите фразу. Быть молодым – это. Кто, если не мы, кто, если не молодежь. Сейчас такая одна из самых горячих темы – это студенческие отряды. Ребята трудились летом, работа и сейчас не прекращается. Где сейчас трудятся наши ребята? Конечно, да. Это такая очень горячая тема. На данный момент у нас ребята работают на АЭС в Гродно. Студенческий отряд механико-технологического колледжа. На данный момент 10 человек там у нас еще не завершили свою трудовую деятельность. У нас отряд на открытом акционерном обществе МАС в Минске. Студенческий отряд механико-технологического также колледжа. То есть на данный момент работает два отряда. Всего у нас отработало и заключено 82 договора. В этом году 833 молодых человека, бойца студенческих отрядов отработало. Ребята у нас трудились по всей территории Беларуси и даже за ее пределами. В этом году первый раз мы отправляли ребят в Краснодарский край, Туапсинский район, поселок Новомихайловский. Это лагерь «Морская волна». Ребята трудились в сервисном отряде горничными, охранниками, на кухне они работали официантами. То есть очень им понравилось. По отзывам отработали они там полтора месяца. Приехали отдохнувшие, загоревшие. Да, это прям лагерь находится на берегу моря. График у ребят был так построен, что два дня работают, два дня у них выходных. Они могли выходить за территорию, могли съездить в Туапсе, посмотреть достопримечательности, могли загореть. И подзаработал и отдохнул. Подзаработали, отдохнули, да, питание у них было там, все включено, поэтому ребятам очень понравилось. У нас работали еще в Гродно на строительстве музея под открытым небом в Буйничах. Ребята там отработали, очень себя хорошо зарекомендовали. Это был строительный колледж. Тоже трудилось 10 человек. Конечно, для них это и опыт новый, и они могли свои навыки там отточить, так скажем. И все-таки, знаете, так гордо, будет скоро построен этот музей, им будут говорить, вот мы же его помогали строить. Знаковый объект. В Кличеве был отряд, они там работали в питомнике, а также в лесничествах, тоже ребятам очень понравилось. Потом у нас еще был отряд в Кировске, там консервный завод. Ребята тоже туда не первый год ездят, и тоже нравится. Хорошо, а что нужно для того, чтобы попасть в студенческий отряд? Чтобы попасть в студенческий отряд, нужно написать заявление, пройти медкомиссию, и в колледже формируются списки, подаются нам, мы заключаем договор и отправляем ребят уже к месту работы. А сколько вообще минимально и максимально могут заработать ребята в студенческом отряде? Ну, все зависит от количества дней. Если отряд работает 10 дней, то где-то от 250 рублей. И если работает больше и на предприятии, то, соответственно, и сумма больше. В этом году у нас на атомной электростанции ребята получили до 1800 рублей. Вот, поэтому при желании можно хорошо заработать. За месяц. Работали месяц, 1800. Которые, ну, это опять-таки на производстве. Если ребята не работают на производстве, соответственно, заработная плата немного меньше. Ну, так, в принципе, вот в среднем от 300 до 800. Ну, вот так. А вот если, допустим, анализировать этот год прошлый, ребята с каждым годом все, ну, как бы больше их становится, желающих? Или цифра в среднем остается такой же? Ребят желающих много. Потому что студенческие отряды все-таки набирают обороты. Вот ребята уже съездили, которые, конечно же, они приезжают, говорят, что они довольны, что получилось заработать какие-то свои деньги. И в следующем году, конечно же, уже больше человек, желающих. В прошлом году у нас отработало 637 человек. Как видим, в этом году уже на 200 человек больше. Будем надеяться, что в следующем году будем поднимать эту планку. А возрастной ценз есть какой-то? Да, от 14 лет ребята работают. До 31. Ирина Игоревна, как считаете, какие изменения сегодня нужны Союзу Молодежи? Или это четко отлаженный механизм? Ну, конечно, это уже четко отлаженный механизм. Просто хотелось бы, чтобы ребята активнее вступали в ряды членов БРСМ. Потому что это интересно. Потому что есть много возможностей. На самом деле, если интересоваться, потому что в наше время, когда популяризированы гаджеты, сети интернет, это, конечно же, молодежь больше вся в интернете, в своих телефонах, планшетах. Хочется больше живого общения. Хочется, чтобы ребята к нам приходили, чтобы больше участвовали в каких-то мероприятиях, знакомились друг с другом. Потому что это очень важно, все-таки, живое общение. Ну, а что касается каких-то изменений, я бы ничего не стала менять. Потому что на самом деле мероприятий, проводимых в городе, в области, в республике, их на самом деле очень много. Хватало бы на это все, конечно, у ребят времени. Так как они учатся, так как они работают, работающая молодежь, конечно же, они устают, когда мы приглашаем их в секретаре первичных организаций, которая находится в каждом предприятии, в каждом колледже и в школе. Конечно же, они активно привлекают молодежь и проводят для этого различные акции и мероприятия. И зачастую ребята говорят, вот, у нас нет времени. Хочется, конечно, чтобы находили время, потому что молодость – это такое время возможностей, время активности. И хочется, чтобы ребята почерпнули из этого времени максимум вынесли полезного. Сейчас у нас много различных акций, различных челленджей, которые проводятся именно в интернете. Поэтому, да, пожалуйста, вообще границ никаких нет. Если активный пользователь ТикТока, то, пожалуйста, можно везде себя реализовать. И в интернете, конечно же, тоже. Хорошо. Что сегодня нужно для того, чтобы стать членом БРС? Чтобы стать членом БРС, нужно подать заявку, написать заявление, оплатить вступительный взнос и периодический взнос. И все. Добро пожаловать, члены БРС. Хорошо. А если брать конкретно наш город, сколько сегодня у нас состоит в рядах? Сейчас у нас 7305 членов организации. И у нас еще есть первичная организация с правами районного комитета на открытом акционерном обществе Белшина. И там еще 633 человека. Это наши члены БРС. Хорошо. Если у молодого человека есть какая-то идея, родилась, не знаю, проект какой-то или еще что-либо, куда на первоначальном этапе обращаться? Куда идти с этой идеей? К секретарю своей первичной организации. Это как первоначально. Есть вообще проект «Сто идеи для Беларуси». Это как пример. У нас в прошлом году он проводился. И вот секретарь первичной организации Анастасия Холодова. Это из технологического колледжа. Ее проект, он даже прошел на республику. Она себя там очень активно зарекомендовала. И вот если, конечно, у молодого человека есть какой-то проект, то да, сначала к секретарю первичной организации, затем подаются заявки именно на городской комитет. И мы уже формируем, подаем дальше. Сначала областной этап, а потом уже республиканский. Анастасия Холодова всем сердцем любит город на Березине. Квестбук «Знакомьтесь, Бобруйск» педагог-организатор создала в прошлом году для молодежного проекта «Сто идей для Беларуси» и дошла с ним до финала в номинации «Общество и социальная сфера». Это своеобразный путеводитель в блокноте. Чтобы узнать маршрут, нужно отсканировать QR-код. Экскурсия охватывает 14 мест от дома купчихи Кацнельсон до еврейского дворика. Было разработано мобильное приложение чат-бот по городу Бобруйску, которое называется «Бобрбот». «Бобрбот» – это очень удобное приложение, которое позволит всем заинтересованным, желающим быстро находить нужную информацию. «Бобрбот» может с вами поиграть, может подсказать культурно-исторические места, а может быстро забронировать билет в кино. «Безопасный перекресток» – полезную задумку ребят из Центра дополнительного образования детей и молодежи также оценили на уровне республики. Ее суть проста – на дорогах существуют участки с повышенной опасностью. Один из таких – закрытый для обзора выезд со двора, где может произойти авария. «Умная система» способна определить местоположение автомобиля или пешехода и дать сигнал «Будь внимателен». Участие в таких проектах очень важно для нашего подрастающего поколения, ведь наша задача – это создать все необходимые условия для детей, чтобы они могли творчески самореализовываться. Александра Желудкович в свою очередь предлагает альтернативу полиэтиленовым пакетам. Да, они всегда под рукой, дешевые в производстве и не пропускают влагу, но материал разлагается до 100 лет, а это приносит непоправимый ущерб природе. Учащица технологического колледжа шьет мешочки из плательной ткани в составе более 70% хлопка, что в разы экологичнее. Сумка складывается и не мнется, выдерживает до 20 килограммов. Довольно практично. Проект позволит на самом деле очень хорошо побороть загрязнение кружечной среды. Ткань мы использовали, конечно, больше на хлопчатобумажной основе, так как она, соответственно, тоже имеет и воздухопроницаемость, и качество, которое нам в жизни больше необходимо, чем синтетика и, конечно же, ненатуральные ткани. Новая жизнь старых вещей. Молодежные инициативы в технологическом колледже, конечно же, переплетаются с профессией. Одна из полезных идей создания жабо-украшений воплотилась в жизнь еще в 2016-м и до сих пор покоряет сердце перспективных модельеров. Эксклюзивные аксессуары из корсажных лент здесь делают до сих пор на уникальных мастер-классах. Берут за основу, например, видавшую виды заколку и дополняют пайетками, бисером, стразами. Многие, в принципе, себе изготавливали такие изделия, ну, где-то их показывали, людям нравилось, ну, и они остались в этой профессии, то есть им это интересно, они дальше развиваются. Самодельный электротранспорт, сенсорные очки для слабовидящих, получение высокоактивного мезопористого угля из отходов деревообрабатывающей промышленности и многое другое. Ежегодно молодые люди представляют десятки разработок в разных сферах от энергетики до здравоохранения на конкурсе «Сто идей для Беларуси». И этот год не исключение. Дело «Добрые дела». Это про союз молодежи. Впереди зима. Как будете помогать пожилым? Конечно, да. У нас есть такая акция «Чудеса на Рождество». Мы очень активно принимаем в ней участие. Это благотворительная акция по сбору именно подарков деткам, которые находятся в детских домах, из многотетных семей. И ребята, учащихся школ, и колледжей, предприятий, они проводят у себя эту акцию и затем отводят тем, кто в этом нуждается. Также у нас в преддверии дня пожилого человека проходила акции «Я выбираю помощь пожилым людям». Наши ребята, они работали на ярмарках, помогали пожилым людям по доставке продукции либо к автомобилям, либо даже развозили домой на общественном транспорте. также помогали в заготовке дров к зимнему периоду, по уборке квартир, по краске забора. То есть ребята активные, на самом деле, с добрым сердцем и всегда отзываются для участия в таких благотворительных акциях. Наверное, больше впечатлений было даже не у самих людей возрасте, сколько у ребят, потому что мне лично рассказывали, что кто-то конфеты с собой давал, спасибо говорил, душу изливали ребятам, и им тоже это было очень приятно. И, наверное, даже не знаю, кому это было нужнее, ребятам всё-таки или людям в возрасте. Ну, конечно, ребятам приятно, что они делают доброе дело, и это им откликается. Конечно, бывают разные впечатления. Кто-то сначала так настороженно, ребята сначала подходят, говорят, «Ой, можно мы вам поможем?» «Ой, нет-нет-нет». «Ну, давайте, давайте, это же бесплатно, мы делаем доброе дело». Ну, конечно же, люди соглашаются и очень благодарны. Каким лично вы видите союз молодёжи через 10 лет? Вообще сплочённой организацией, сильной, процветающей, конечно же. Потому что кто, если не мы, кто, если не молодёжь, будущее за нами, за молодым поколением, за ребятами, которые активные, позитивные, я думаю, что союз молодёжи будет развиваться и процветать. Хорошо. Лично у вас наверняка есть какие-то идеи, как сделать Бобруйский союз лучше, не знаю, интереснее, активнее. Что-то есть в перспективе? Вообще, да, мне бы хотелось, чтобы у нас в городе был реализован музыкальный проект такой большой, чтобы он собирал большое количество молодёжи со всей республики. И я бы хотела, чтобы он проходил летом, чтобы приезжали популярные группы, чтобы мы проводили там как можно больше различных площадок, различных конкурсов прямо на этом фестивале. Конечно же, я эту идею озвучивала, да, и её поддержал городской исполнительный комитет, поэтому остаётся только всё реализовать. Ну, пока не буду раскрывать, какие будут вообще, что будет интересного. Но я думаю, что ближе к следующему лету всё будет известно. Я думаю, ребята оценят такой фестиваль. Ну, я думаю, что да, тоже. Хорошо, и продолжите фразу «Быть молодым — это». Быть молодым — это значит быть активным, это позитивным, конечно, быть патриотом своей страны, принимать участие по возможности во всех мероприятиях, которые проводятся, вот, чтобы себя по максимуму реализовать, потому что молодость — это время такой активности. Конечно же, приходите в наш союз, будем вместе реализовываться, будем вместе весело проводить время. Для нас все дороги открыты. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова